Володя, приветствую. Привет. Толечка, поздравляю. С днём рождения. Спасибо. Счастья, здоровья тебе, дорогой. Да вы хорошо придумали, да. О, Серёжа. Привет. Серж, день рождения человека. День рождения он приехал. День рождения. Спели хэпппорду? Да. Спели. Господа, я хочу, чтобы вы знали, что я очень люблю и ценю вот этого человека. Если есть шоу-бизнес, и если есть люди, с которых он начинался, Толик Патричок, он относится к тем людям, с которых вообще, в принципе, начинался наш прикольный, не совсем понятный, эротичный шоу-бизнес. Я очень люблю его. Песни этого человека поют очень много известных людей. Ему очень благодарны и уважают его за его талант, за его харизму, за его хорошее отношение к просто хорошим людям. Серёжа, ну, кукушка хвалит петуха за то, что можно аловердеть. Давай. Вы знаете, требую украинскую умову. Как хочешь. Я припоминаю один момент, лет 10 назад, если ты помнишь, когда было выступление в Украине, у меня такая программа была, нужно было в максимально краткие сроки собрать группу. И вот Серёжа Доценко дал, я ему сказал, сколько надо времени, он быстро собрал классных музыкантов, и я помню, что этот концерт прошёл просто на ура. Горали все. Да, все пищали, все визжали. И с того момента для меня фамилия Сергея Доценко асоциируется с чем-то вот таким супернадёжным, супертворческим. А взагалі, перехожу в украинский язык, або Калина Мюзик, сразу асоциация. Калина Мюзик – это студия для меня, где работают взагалі для меня близкие родные люди. Ну, я про Сергея уже сказал. Микола Дейнега – людина, с которым мы уже столько лет на сцене. Володя Семиренко, который тоже мы работали много на сцене с ним, прекрасный человек. Вот гитарист Володя стоит, я рад, что он прижился тут в коллективе студии. То есть, когда я приходу сюда, я всегда встречаю тех людей, с которыми очень приятно. Знаете, есть такое понятие – людский фактор. Тут людский фактор с многими плюсами. Есть места, где минусы, и собирают из тебя энергию, а тут каждый додает свой талант, свою энергию, свое доброзичное ставление до творчества. Поэтому тут песни народжаются хорошие, талановые, которые имеют долгое жизнь. Мы вместе соберемся. Друзья мои, друзья мои, нам нужно встречаться частейше. Друзья мои, друзья мои, для меня вы на свете наймилейшие. Друзья мои, друзья мои, я с вами разум и смеюсь и плачу. Друзья мои, друзья мои, моя надежда и моя удача. Я страшно не люблю людей, есть категории людей очень пафосных. Вот сказал он так, допустим, звукорежиссер, я сделаю это так. Ты говоришь, ты понимаешь, вот мне не нравится. Так, делайте, что хотите тут. Ой, как вы меня задолбали. Встает человек, идет курить на полчаса. Есть такая масса таких с ореолом уже наших маститых деятелей студийных, с которыми приходится вот так разговаривать. А вообще любое творчество, это коллективный труд. Мне сложнее, потому что я пишу музыку, слова сам, сам исполняю, сам пишу себе бэки чаще всего и варюсь в собственном соку. И любое привнесение, то ли со стороны аранжировщика, то ли со стороны звукорежиссера, то ли со стороны просто талантливого музыканта, какого-либо частички энергии для меня всегда очень важно, потому что нужно размыкать свою вот эту ауру и привносить туда чужую энергию. Ну а люди, которые опытом своим каким-то и сценическим, и жизненным, и творческим уже, так сказать, приобрели определенный авторитет, они всегда очень важны в творчестве, очень важны. Поэтому любая песня, это творчество многих, это маленькое чудо, которое рождается из ничего, как букет энергий, который вот так вот весь расцветает в конце, и когда ты выходишь, чем больше людей в этом участвовало, тем больше энергии ты чувствуешь у себя за спиной, ментально где-то над тобой. Да. Колено-мюзик. Сейчас. Нормально, это дано. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Де не були? Ніжна гітара відповідала, що відплунало. Де не були? Холод розлуки, скинуті руки. В темряві саду не видно обликів. З кожного звуку падала мука. Прямо в бездону зоряну ніч. З кожного звуку падала мука. Прямо в бездону зоряну ніч. А що ж то за чари в музиці грішні? Не розгадає жоден поет. А під небесі плакав Всевишній, Благословивши дивний дует. Там під небесі плакав Всевишній, Благословивши дивний дуэт. Благословивши дивний дуэт. А не создати ли нам дуэт? Ахахахаха, древний. Так, погоди, 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 погоди. Нет проблем вообще. Дело в том, що... Бувають такі акустичні просто моменти, коли більше нічого не треба. А я буду директором. А ти так це добре играєш все сразу. А я тут все сниму. За останні 20 років, естественно, написано гораздо більше песен. І песен, я считаю, разнообразних. Потом изменилось отношення к песні. Раньше енергія фонтанировала, і мені казалось, що все, що виходить із-под пера, це все дуже добре. Тепер це я не считаю так. Я считаю, що інформаційне пространство засорять нельзя. Нужно бути екологичним. Нужно писати менше, написати качественно, і вкладати туди більше енергії, більше душі, і більше скрупулізно относитися. Тому що продукт множиться, ніхто не відслеживає, ніхто не заботиться об екології звукового пространства. І в тому що я думаю, що в мене поубавилось оптимизм в відношені. В мене казалось все-таки, що все-таки с помощью таланта, с помощью каких-то особых, своїх можливостей можна достичь більше. Але оказывається, що любой талантливий человек, даже якщо хтось буде смотреть, він со мною согласиться, що талантливий человек достигає определенного потолка, упирається в нього головою, і далі йдет либо больша политика, либо больші деньги, для того, щоб тебе вдвинули на ту орбиту, з которой тебе вже нельзя здернуть. 100%. І тому, не подавшись, і не став заігрывать ні з большими политиками, ні з большими деньгами, я, як би, остался самодостаточен на своем уровне, але, так сказати, можливо, не вийшов на ту орбиту, на которой должен был быть. Ну, я ни о чем не жалею, поскольку каждый делает свой выбор сознательно. Мне комфортно на том уровне, который у меня є. Единственное, о чем я прошу Бога, щоб он мне почаще дарил вдохновение, тому, що с годами його становиться все менше і менше. Тому що, якщо я в юності був скептик, то тепер я не пессимист, вернее, я був в юності оптимист, а зараз я скептик. Скептик всегда ожидає от жизни чого-то худшого, але дуже радується, коли получає щось хороше. Тому це помогає мне бути счастливим в цій жизни. І, опять же, все-таки, главное – це творчество. Моя беда ще в тому, що… Вот, интересно, правильний вопрос. 20 років і зараз. Коли у мене була одна гитарочка, не совсем хорошая, дорогая, яку було трудно настроити. У мене було море ідей. У мене було море песен, море стихів. Тепер у мене куча железа дома стоїть. І я його включаю, начинаю слушати какие-то звуки. Замечаю, що я просидел 10 часов просто за отслушивання звуков. І в результаті не народив ні однієї. Тому що чим більше средств вираження, тем більше ти в них теряєшся, тем більше ти отвлекаєшся на второстепенні вещи. І приходить істина. І я думаю, що со мною все ребята, які тут сидять, не согласятся. Настояші песні пишуться, коли ти просто береш какую-то гитарочку, или садишся за какое-то раздолбанное пианино, і тебе нічого не отвлекає, нічого тебе не мешає. І ти садишся і остаєшся наедине з самим собою. Ти навіть не здаєшся, що у тебе в руках какой-то інструмент. А коли вже у тебе эта идея созрела, оформилася, тогда ти должен только думати ось вираження. Тому, наверное, на определенному етапі нужно спустя 20 років все це відбросити. Взять опять купити гитару чернігівську. Сьогодні її вже не знайти, правда, за 7.50 були такі гитарі. Сесть, забіться где-то в уголок, закурити крепку сигалетку, потихонечку начати з того, с чого... А що для тебе счасть? Счастье – це самореализация. Счастье – це... когда ти нужен людям, когда тебе вспоминают, когда... совершенно неожиданно люди к тебе подходят. На улиці... О, це мене вже... Сьогодні концерт. Сьогодні праздник «Вера, Надежда, Любовь». Женщини там сидять і ждуть. Алло? Да, Любочка, я вже виходжу. Сьогодні, секунду. Счастье – це коли... Люба звонить? Да. Я хочу вам подарити. У мене вийшло календарик. Ви будете смотреть цикли своїх любимих женщин. Водити кружочками. Толик Матвичок. Толик Матвичок. Толик Матвичок. Толик Матвичок. Матвичок. Відклювали в мене вийшло. Відклювали 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 вийшло.